Вы слушаете канал Жаш.Клуб. Мистические рассказы. Проклятие скелета. Пещера сегодняшний день был особенно теплым, а это спустя два дня после обильных дождей. Хоть что делаете со мной, но жизнь без рыбалки и приключений, полный ад. Так, рюкзак готов, палатка тоже. Наконец-то, эта неделя будет незабываемой, я этого так долго ждал. Ну что же, в добрый путь. Рябь на воде, запах водоема, прохладный ветерок, заставляют меня замечтаться. Вода успокоилась, а я еще ни одной рыбы и в глаза не видел. Ладно, пойду на следующий пруд. Что за напасть? Рыба не хочет, чтобы я ее съел что ли? Мне это уже надоело? Будем надеяться, что хоть что-нибудь интересное здесь будет, а иначе все зря. От местных жителей я узнал, что неподалеку есть пещера, типа проклятая, будет интересно посмотреть. Почему все так верят в сверхъестественное? Ну что же, раз, два, три, фонарик гори. Пещера как пещера. Что тут может быть страшного? Что? Что это? А Матерь Божья, это уж точно не природа вырезала. Какой тонкий и красивый узор. Мама дорогая, а потолок? Высший класс. Надо же так искусно вписать в серый бездушный камень-древесину. Она же как будто приросла к стене. Переплетается так искусно. Это по-настоящему заваривающее зрелище. А вот это случайно не пещерные воды. Шикарное место. Может тут поселиться вообще? Вот черт. Еще скелета здесь и не хватало. Может все-таки камень? Блин. И что делать? Ладно. Обойдем. Да, все нормально. Это просто скелет. Лет шесть назад мы в школе такой же изучали. Неужели дверь? Может этот здесь себе дом как бы устроил когда-то? Ха, сколько же лет он здесь провел? Дверь не скрипит, это хорошо. Эээээ. Что? Твою ж налево. Тот, М, молодой человек не единственный? Они что тут сговорились? Что за скелеты в шкафу? Не йот уж ребятки. Я так играть не собираюсь. Пошел я лучше дома и краткая. Какого черта? Еще скажите, что тут не было дыры в стене. Ладненько. Давай рассуждать трезво. Я вошел в дыру и увидел эту. Нет не вас, а вообще эту, так называемую, комнату. Да, цепись ты. Так, о чем я? А, да. Я вошел и подошел к водоему, так? Присел и, и все. Дальше траляля с этими. Да, блин, больно же. А если я тебя за волосы буду дергать? А, твою ж налево. Ребят, вы чего это встали-то? Оживились. Ну, ладно, я пошел лучше. Да. Вода, водичка святая, да? Вот на тебя капелька попала. Ага. Трепещешь? А это ты типа прыгнуть хотел? Ёлки-палки. Предупреждать надо, что вы как бы живые. Блин. Зато проход открылся и то хорошо. Гудбай. Скелетко. Ха, скелеты живые. Какая глупость. Ой. Мама. И куда? Нафиг. Теперь. Знакомство. Я уже час хожу по этому тоннелю, в который я попал. Это невыносимо. От каждого шороха приходится дрожать. Нет. Так дело не пойдет. Либо бояться и ходить здесь дальше до того момента, пока не стану таким же, как они, либо взять и вернуться, борясь за свою жизнь. Да. Решено. Давай, Макс. Ты сможешь? Руки в ноги и назад. А, что если они пока падали головой ударились? Ну, очень прям смешно. Черт. И связи нет. Шикарно? Еще и фонарик сдох. Эй. Что за? Вся техника у меня неисправна что ли? Мать твою. Сколько же здесь этих местных жителей? Они заговорились преследовать именно меня. Как нарочно. Ух. Вроде я успел убежать. Что за звук? Если эти скелеты еще и плакать умеют, то я во все сверхъестественное поверю. Эй, ты кто? Да. Макс. Поостроумнее ничего не мог придумать. Теперь она смотрит на меня, как на клоуна. Еще спроси, как у нее дела. Стоп. А этого я не ожидал. Так. Тихо, тихо. Успокойся. М. А. Н. Н. Я. Аня. Давай сейчас ты слезишь с моей шеей и успокоишься, договорились? Ладно, там крыс встретить. Но человека, это уже что-то. Как ты сюда вообще попала? Сейчас это так важно, Макс. Прям не знаю, как ты без этой информации будешь жить. Еще спроси у нее, как ты? Уверен, она тебе ответит, что все замечательно и это слезы радости, я побежала за своей собакой.